19 августа 1961 года, США, штат Нью-Гэмпшир. Супруги Бетти и Барни Хилл возвращались вечером на машине к себе домой в город Портсмут. Неожиданно они увидели в небе яркое свечение, и над автомобилем завис огромный дисковидный объект. Супругов охватил ужас, но тарелка вскоре исчезла. Бетти и Барни казалось, что происшествие заняло несколько минут, однако домой они прибыли с двухчасовым опозданием. Но главное началось после. Бетти и Барни во сне постоянно мучили кошмары, в которых их похищали инопланетяне. Врач-психиатр провел отдельно с каждым из супругов сеанс гипноза и извлек из их памяти воспоминания о той ночи. Они совпали в мельчайших деталях. Как оказалось, гуманоиды действительно были. Я могу только сказать, что их множество этих фактов и этих случаев называется это абдукцией. По воспоминаниям Бетти и Барни, инопланетяне, существа ростом не более полутора метров с серой кожей, завели их в свою летающую тарелку. Там людей раздели и взяли у них различные виды анализов. На прощание гуманоиды сообщили супругам Хилл, что их встреча возможно повторится и избежать ее невозможно. Пришельцы всегда находят тех, кто им нужен. В середине 90-х телевидение показало кадры, которые заставили содрогнуться весь мир. Военные медики США производят вскрытие инопланетянина. Судя по обстановке, запечатленной оператором, вскрытие проходило в конце 40-х годов. Как раз в это время в США случилось происшествие, споры о котором не умолкают до сих пор. 8 июля 1947 года. Город Розуэлл, штат Нью-Мексико. В этот день местная газета вышла с шокирующим заголовком. ВВС захватили летающую тарелку. Как сообщил журналистом майор разведки Джесси Марсел, на ранчо близ города военные подобрали обломки загадочного диска «Упавшего с неба». Однако майор Марсел сказал прессе не все. Некоторые очевидцы утверждали, что рядом с тарелкой были найдены тела четырех гуманоидов. И один из них выжил. Спустя некоторое время власти спохватились и дезавуировали сообщения Марсела. По официальной версии, никакой аварии НЛО не было и в помине. Обломки принадлежали высотному радарному зонду, следившему за ядерными испытаниями в Советском Союзе. Несколько лет назад знаменитые обломки, хранящиеся на одной из военно-воздушных баз США, попали на исследование в Россию. Она была устно договорена с нами, нам дают образец розовольского НЛО, мы делаем его анализ. В данном случае мы имели место с операцией сокрытия. То есть то, что хранится в американском ангаре 18А является подделкой. Ангар 18А. Помещение на секретной военно-воздушной базе Райт-Паттерсон, штат Огайо, где по слухам хранятся обломки НЛО. Знаменитые кадры со вскрытием инопланетянина также оказались подделкой. Об этом не так давно сообщил сам автор съемки. Действительно, голливудские мастера по спецэффектам и не такое вытворять умеют. Но зачем нужно было вводить в заблуждение мировую общественность, если никаких летающих тарелок не было? И что в конце 40-х вызвало такой переполох в правительстве США? Известно, что в сентябре 1947 года по приказу президента Гарри Трумэна проблемой неизвестных летательных аппаратов занялись высшие военные чины и крупнейшие ученые страны. А в 1952-м в США создается Агентство национальной безопасности. По утверждениям американских уфологов, основной задачей этого учреждения было выяснение истинных масштабов инопланетного присутствия на Земле. Был такой вот циркуляр Конгресса, сейчас, правда, он отменен. И там фигурировал запрет на попытки несанкционированного контакта с неземным разумом. И за это полагается аж до 5000 долларов штрафа и до года тюрьмы. Режим секретности в вопросах НЛО оказался намного жестче, чем даже в проекте «Манхэттен» по созданию атомного оружия. Что же такого в разгар Холодной войны нужно было засекретить больше, чем атомную бомбу? А может быть, кого? В докосмическую эпоху человечество больше всего тревожило вторжение с Марса. 30 октября 1938 года. Эфир американской радиостанции CBS. Люди, застыв у радиоприемников, услышали тревожные слова диктора о том, что в различных районах США появились космические корабли инопланетян. Свирепые паукообразные гиганты сеют разрушения и тысячами убивают людей. Среди американцев началась паника. Многие бросали свои дома и бежали, спасаясь от неведомой угрозы. Только через несколько дней людей удалось успокоить и объяснить, что это всего лишь был радиоспектакль по фантастическому роману Герберта Уэллса «Война миров». Однако реальное нашествие вскоре все же состоялось. Нашествие НЛО. За прошедшие со времен Розуэлла шесть десятилетий в мире собраны почти полмиллиона свидетельств о появлении в земном небе тарелок, шаров, треугольников. Но ничего так не пугает и не завораживает, как сообщение о человекоподобных существах, которые появляются из этих летающих объектов. И сообщения о них тысячи. Ну, как известно, контакты первого рода – это дальние наблюдения. Второго рода – это, значит, наблюдение приземления. Это изначально классическое деление – приземление летающей тарелки, и даже, может быть, выход из нее. И третье – это контакты, собственно говоря, с пилотами НЛО. С этого начиналась уфология американская и наша. В июле 1965 года во французских Альпах фермер Массе увидел приземлившийся на его поле огромный яйцевидный объект. Из него вышли два человекоподобных существа ростом около одного метра с большими головами и зеленоватой кожей. Когда любопытный фермер приблизился к ним, одно из существ направило на него черную трубку, и Массе оказался парализован. После этого пришельцы поднялись по световому лучу в свой объект и улетели. Июнь 1979 года. Казахстан. Пионерский лагерь «Березка» близ города Державенска. Группа из 15 ребят во главе с вожатой, гуляя в лесу, увидела яркую вспышку, а затем заметила несколько черных человекоподобных существ ростом 3,5 метра, которые двигались в их сторону. Вожатая почувствовала опасность и закричала «Скорее бегите в лагерь!» На крик сбежались почти все пионеры и сотрудники лагеря. Заметив большое скопление людей, пришельцы резко развернулись и исчезли в лесу. Зима 1996 года. В бразильской провинции Варинье после появления НЛО множество людей видели двуногих существ с коричневой кожей, с тремя пальцами на конечностях и тремя выступами в верхней части головы. Существа сеяли ужас среди местного населения. На их поимку были подняты военные и утверждают, что одного пришельца удалось схватить. Существо умерло в больнице. Оно разлагалось на глазах, издавая сильный аммиачный запах. По существующей классификации гуманоидов, их семь видов. Там присутствуют и зелененькие человечки метрового размера. Имеются человечки человекообразные и 30-сантиметрового размера. Маленькие. Имеются трехметрового размера, тоже человекообразные, со светлыми волосами, голубыми глазами. Так вот представляют себе. Причем очень красивые такие формы, женские, мужские. И в том числе имеются присмыкающиеся. Но визуальным контактом или контактом третьего рода общение землян с неведомыми пришельцами не ограничивается. Супруги Барни и Бетти Хилл были не первыми и далеко не последними, кого инопланетяне забрали к себе на корабль. Были случаи, когда общение с представителями летающих тарелок осталось телепатически. То есть, ну, не словесно. И все было понятно. Ну, возникли эти контактеры, так называемые. Контактеры или контактанты. Люди, вступающие в речевой или мысленный диалог с представителями иных цивилизаций. Рассказы контактеров в общих чертах совпадают. В начале яркое сияние или вспышка. Замолкает радио, глохнут моторы автомобилей. Людей охватывает страх. Они ощущают холод и буквально не могут пошевелиться. Гуманоиды отправляют людей в НЛО по световому лучу. Внутри они видят большие пустые пространства с куполообразным потолком. Если только идет диалог, вы в сознании воспринимаете и вам передают сведения. И вы достаточно дорожелюбно настроены на них, и вы тоже самое. То тогда просто передача информации, то есть взаимообмен. А если вас обдуктируют для какой-то цели имплантирования или для взятия проб, или исследования, то в этом случае вас обездвиживает совершенно и стирает даже память об этом контакте. В 1995 году к американскому хирургу Роджеру Лейеру обратилась женщина, испытывавшая головные боли непонятного характера. Она ничего не помнила о похищении пришельцами, но эти воспоминания пришли к ней под гипнозом. При детальном исследовании оказалось, что на шее под кожей у женщины находится посторонний предмет, сделанный из неизвестного на земле материала. С тех пор доктор Лейер провел более десятка операций по извлечению имплантантов. Это миниатюрные предметы по виду, как семечки или горошины. Они могут изменять свое состояние. Из твердых вдруг превращаются в желеобразную массу. Врачи утверждают, ничего подобного они никогда не извлекали из организма пациентов. Имплантанты, объекты, назначение которых остается непонятным. Возможно, они помогают пришельцам следить за подопытными хомо сапиенс и влиять на их поведение. Но даже если похищенных людей возвращают внешне невредимыми, это не проходит для них бесследно. По данным российского УФО-центра, 95% контактеров в итоге получает расстройство организма, ведущее к разного рода заболеваниям. Все контакты так или иначе кончаются не очень положительным или благожелательным даже воздействием. Желательно вообще не глядеть на этот объект, особенно на световые различного рода эффекты. Потери зрения, изменения, конечно, головные боли возникают и так далее. В 1972 году бригада монтажников на Среднем Урале заметила в полукилометре от себя яркую вспышку на краю леса. Бригадир Сергей Зиновьев отправился посмотреть, в чем дело. Через несколько минут вспышка повторилась, а над головами людей бесшумно пролетел огромный темный объект. На поляне, куда отправился Зиновьев, никого не было. Только примятая по окружности трава и три глубоких вмятины. Больше бригадира никто никогда не видел. Порой происходит и массовое исчезновение людей. Во время Первой мировой войны на территории Турции исчез целый полк британской армии. Это произошло на глазах множества очевидцев. Колонну солдат, маршировавших по горной дороге, накрыло плотное серебристое облако. Ни один из 250 солдат из этого облака больше не появился. Норфолский полк исчез бесследно. За год в России без вести пропадают около 60 тысяч человек. По всему миру около 2 миллионов. Примерно 5% случаев исчезновения людей связаны с неопознанными объектами и необъяснимыми физическими явлениями. Большая часть так называемых контактов, в том числе СНЛО, это контакты действительно низшего плана, низшего ранга, потому что полезности от них, практического выхода или духовной силы какой-то, изменений в лучшую сторону человека не происходит. Лучше всего всегда скрываться за каким-то препятствием. Не привлекать внимания, если гуманоиды появились из тарелки или там вышли, не привлекать внимания. Лучше всего они прекрасно знают о вашем присутствии. Они видят прекрасно, и когда у них есть заинтересованность к объекту, то они его найдут везде, где хотите. Несмотря на огромное количество свидетельств, до сих пор остается непонятным, что же это за объекты, что за существа и откуда они взялись. Уже упоминавшийся Бетти Хилл, инопланетяне показали звездную карту, которую женщина запомнила и смогла потом воспроизвести под гипнозом. Рисунок в точности совпал с положением звезды Зетта-1 в созвездии Сетка. Другие контактеры утверждают, что нас посещают гости из созвездий Плеяды, Орион, Лебедь, Большой Пес. Порою кажется, что Земля уже не планета людей, а проходной двор инопланетных цивилизаций. Все эти сообщения кажутся фантастическими, если не безумными. Да и откуда взяться инопланетянам, если, собственно, планет в космосе наука почти не знает. За исключением наших, планет-соседей по Солнечной системе. Но они, как известно, не обитаемы. Лишь в 1995 году европейские астрономы открыли планету около Солнца, подобной звезды в созвездии Пегас. До этого мы могли только предполагать, что вот раз вокруг Солнца есть планетная система, вокруг других звезд тоже должно быть. А здесь мы получили уже экспериментальные доказательства. С тех пор таких планет вокруг других звезд открыто уже порядка двухсот. Некоторые из новооткрытых планет по своим размерам и удаленности от звезды напоминают нашу Землю. А значит, теоретически там может возникнуть жизнь. И находятся эти планеты от нас по меркам Вселенной не так уж и далеко. Вот самая ближайшая из звезд, она расположена в созвездии Кассиопея. И до нее каких-нибудь 36 лет. 36 лет летит свет. Ни один раз обратным адресом инопланетян контактеры называли звездную систему Сириуса. Сириус. Ярчайшая звезда на небе. Находится в созвездии Большого Пса. Расстояние от Земли 8,5 световых лет. В Африке на территории государства Мали живет народ, догоны. В легендах и мифах этого племени содержится много астрономических сведений, в том числе и о Сириусе. Возможно, местные пастухи любили глядеть в ночное небо. Однако мифы рассказывают о двух звездах. Астрономы называют их Сириус А и Сириус Б. Без мощного телескопа увидеть их просто невозможно. Кто же сообщил древним догонам эту информацию? Может быть, те, кто сами прилетели оттуда. Исторические факты говорят о том, что присутствие инопланетного разума на Земле и его проявления были с незапамятных времен. И даже некоторые находят исторические доказательства о том, что это было еще и миллионы лет назад, в период существования только, будем говорить, зарождения человечества. В 70-х годах на экраны многих стран, в том числе и СССР, вышел сенсационный документальный фильм «Воспоминания о будущем» по книге швейцарского исследователя Эриха фон Деникина. В фильме показаны следы палеовизита. Палеовизит – предполагаемое посещение нашей планеты пришельцами в доисторические времена. Многие предположения Деникина кажутся сегодня наивными. Например, о том, что наши далекие предки никогда бы не смогли без помощи инопланетного разума построить гигантские храмы. Или что подобные наскальные рисунки первобытных людей могут изображать исключительно космонавтов в шлеме. Однако различные свидетельства палеовизита продолжают находить и сегодня. Металлический предмет, который вы видите, напоминает кусок кабеля или топливопровода. Но возраст его около трех тысяч лет. И самое удивительное, что изготовлен он методом порошкового напыления. Подобная технология открыта только в прошлом, двадцатом столетии. Этот загадочный камень обнаружен в одной из аномальных зон России. Внутри его есть окаменелость явно искусственного происхождения. По виду она напоминает болт, либо электронную катушку. Но самое главное, загадочная деталь попала в камень в те времена, когда на нашей планете Homo sapiens еще и в помине не было. Образец имеет возраст не менее 30 миллионов лет и не более 300. Вот в этих пределах, в любом случае, позже при разрезании этого камня и при просвечивании рентгена выяснилось, что внутри камня есть еще примерно шесть таких же изделий. Официальная наука, отрицающая возможность контактов с внеземной цивилизацией, тем не менее, не может объяснить многие подобные факты. В частности, загадочные круги на полях и огромные рисунки-пиктограммы, обнаруженные с воздуха в аргентинской пустыне Наска. Таких полос на Земле огромное количество. Я бы сказал, они есть везде, но сохранились они лишь в тех местах, где Земля по каким-то причинам держит вот это воздействие в неповрежденном состоянии в течение долгого времени. Причина возникновения этих линий приходит сверху. И на сегодняшний момент известно, что для всех известных нам рассчитанных пиктограмм излучение приходило и с одного и того же участка земного небосвода. Когда первые космические корабли вышли на орбиту Земли, стало понятно, что НЛО – это не только атмосферное явление. В космосе непонятные объекты буквально кишат. Они сопровождают спутники, появляются на поверхности планет. Их наблюдали и российские космонавты, и американские астронавты. Ну и приходилось, но мои знакомые что-то наблюдали, но конкретно, в общем-то, никто ничего толком не мог сказать. 5 мая 1981 года. Орбитальная станция «Салют-6». Космонавт Виктор Коваленок на связи с Центром управления полетами. Объект, увеличивающей яркостью, проходил по отношению к нашему кораблю, где-то с курсовым углом, так 20 на 200. Даже долго наблюдал за ним, увеличивал свои размеры и яркость, а потом ушел туда. Блин, эта формула его так не может описать. Нет, дверь неярко взлетает. Наблюдателей всегда удивляет то, с какой скоростью порой движутся НЛО и по каким невообразимым траекториям полета. Летательные аппараты землян на такое в принципе не способны. Представьте себе, даже вот чисто гравитационное воздействие, больше 7,11G, то есть перед, будем говорить, что лет земного притяжения, ускорения земного притяжения, человек биологически, существо выдержать не может. Вот мы в атмосфере. А тут происходит колоссальный нарост скоростей. Естественно, биологические ткани не выдерживают. Отсюда должно быть другое конструктивное решение. Многие наблюдатели видели, как из летающих тарелок появлялись существа, похожие не на людей, а на роботов. Были среди них и просто блестящие пирамиды, кубы и даже волосатые шары. В 1995 году в Блистольятти семейная пара с ребенком отправилась отдохнуть на природу. Когда машина свернула с шоссе на проселок, сын заметил, что позади бегут, а вернее плывут, не касаясь земли, три фигуры в серебристых скафандрах. Самое поразительное, что гуманоиды были плоскими, будто вырезанными из картона. Отец немедленно развернул машину и помчался обратно к шоссе. Тогда пришельцы прекратили преследование. Фанерики. Плоские невесомые существа в виде вырезанных из картона фигур. Обладают способностью к мимикрии и преобразованию в трехмерные существа. А на самом деле у нас такое предположение, что к нам летят матки, как говорится так, которые имеют множество так называемых аппаратов для исследований. И рассылается непосредственно, матка находится там, там, возможно, разумные биологические такие же существа, как люди, где может находиться база пришельцев. Самое удобное место – спутник Земли. Первые американские астронавты, высадившиеся на Луну, видели целое скопление неизвестных кораблей, наблюдавших за их действиями. Об этом Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин говорили по закрытому каналу связи. Утверждают, что инопланетяне встретили астронавтов, как непрошенных гостей. Более того, есть предположение, что лунная программа американцев, в которую они вложили столько сил и средств, была свернута не по их воле. Но когда постоянно варишься вот в этой каше среди специалистов, которые говорят уже о совершенно нормальных практических делах, о железе там, о конкретной программе, которую надо выполнить, то эти мысли вылетают и больше не возвращаются. А потом наступает момент, когда ты вдруг начинаешь с ужасом думать. Боже мой, не дай бог, что они тут появятся, так я не знаю, что сказать. И вообще каким убогим я, наверное, буду выглядеть перед их взором. Потому что если они сюда прилетели, значит, они что-то знают гораздо больше, чем я. Мы не знаем, кто они и откуда, но еще меньше известно о том, зачем они здесь. Очень часто НЛО и неведомые пришельцы появляются в местах важных мировых событий и катастроф, как будто наблюдают за ключевыми моментами человеческой истории. Неопознанные объекты в массовом порядке видели летчики Второй мировой, вьетнамской и корейских войн. НЛО зависали над Хиросимой после ядерного взрыва и над Чернобыльской АЭС после аварии в 1986 году. В октябре 1983 года НЛО одновременно появились над американской базой стратегических ядерных сил в штате Норфолк и советской дивизией ракетных войск в Прикарпатье. Из-за их воздействия автоматика дала сбой, который едва не привел к самопроизвольному запуску ракет и ядерному конфликту держав. Представим, что кто-то есть. Кого интересует земля, люди, жизнь на земле? Вот как он на нас может посмотреть со стороны ныне существующих людей? Мы ему интересны? По-моему, абсолютно нет. Более того, мы для него сразу же представляем угрозу. По статистике уфологов, примерно пятая часть пришельцев проявляет агрессию по отношению к землянам. Столько же ведут себя дружественно, остальные нейтрально. Создается впечатление, что на землю проникают посланцы разных миров с совершенно разными намерениями. Есть цивилизации, благорасположенные на развитии и поддерживающие развитие земляного сообщества. А есть цивилизации, которые считают, считают, что человечество здесь поселено и развивается неправильно. Вместе на небе тоже происходит борьба. 14 апреля 1561 года Нюрнберг, Германия. В этот день над городом развернулось настоящее сражение. Его изобразил на гравюре средневековый живописец. Весь город видел, как в небесах носились и поливали друг друга огнем летающие цилиндры, шары, диски и тела крестообразной формы. Причем воюющие стороны несли потери. Очевидцы сообщают, что подбитые объекты падали на землю, и она содрогалась от взрывов. Спустя несколько дней подобное сражение повторилось и в соседнем германском городе. Можно предположить, что за нашу планету когда-то шла отчаянная борьба. Возможно, она продолжается и сейчас. Но самих землян пришельцы, пожалуй, как противников не воспринимают. Мы для них существа недостаточно развитые. В коллекции ископаемых черепов американского историка Мартина Льюиса собраны совершенно потрясающие образцы. Они напоминают внешний вид пришельцев. С рисунков, которые делают люди, похищенные НЛО. Зато ни в каких музеях антропологии до сих пор нет черепа существа, которое, согласно теории эволюции, было переходным от примата к человеку разумному. Получается, что люди, вопреки Дарвину, на Земле появились вдруг. На этот счет существует несколько теорий. Произошло нечто. То есть космическое явление, вспышка на Солнце. Мы вошли в какой-то там галактический рукав. Или в земной каре там сдвинулось чего-то и так далее. Это на каких-то территориях электромагнитная напряженность электромагнитного поля возросла. На территориях. И люди, вот эти протолюди, объединились как бы. Их поле каждого усилилось за счет того, что они все объединились. Объединились с природным электромагнитным полем. И они вдруг почувствовали нечто высшее по отношению к себе. Библейская история о том, как Бог сотворил Адама и Еву, возможно, не так далека от истины, как говорят атеисты. В последнее время выдвигается теория о внеземном происхождении человека. Представим, корабль инопланетян прилетел на Землю и по каким-то причинам не смог ее покинуть. Чтобы выжить, экипажу понадобились помощники. И тогда инопланетяне оплодотворили своими клетками человекообразных обезьян. Почему ни у одного живого существа, кроме человека, не бывает токсикоза во время беременности и болезненных родов? Да просто женщины вынашивают инородное тело, своеобразный гибрид примата и инопланетянина. Смелая теория. Очень смелая. Но совсем недавно генетики, исследуя человеческие ДНК, определили, что белые люди произошли от небольшой группы, примерно в 20 человек. Неужели тот самый экипаж НЛО? Мы ввели понятие близких контактов четвертого рода, сексуальных контактов, причем даже не обязательно с гуманоидами. Некоторые из похищенных НЛО женщин уверяли, что в результате половых контактов с пришельцами они беременели и даже рожали детей. Несколько месяцев назад у меня на приеме была такая пациентка, причем она уверяла, что она беременна от инопланетянина, который ее забрал к себе в летающую тарелку, провел с ней несколько ночей бурных, а потом спустил опять на землю. Самое интересное, что увеличивается животное, увеличивается матка, перестраивается организм женский. И даже некоторые гинекологи со своими деревянными трубочками прослушивают сердцебиение плода. Но проходит 9 месяцев и ничего не происходит. Проходит и 10 и так далее. Среди контактеров достаточное количество людей с психическими заболеваниями или тех, кто признан психопатами после сообщения о контакте. Есть огромное искушение назвать их откровение бредом сумасшедших и закрыть вопрос раз и навсегда. Да, действительно, среди них большое число людей, ну скажем так, работающих в пограничном состоянии психики. Но ведь среди них встречается и множество людей абсолютно здоровых, высокообразованных и никак не заинтересованных в мистификациях. Как быть с ними? Когда-то мне довелось быть в Калужской психиатрической больнице, и мне очень любезно продемонстрировали историю болезни Циолковского. Я не буду сейчас говорить о том, был он болен, не был болен, это совсем другое дело. Но представьте себе, в начале 20 века человек совершенно серьезно рассуждает о гравитации, о преодолении земного тяготения. Он рисует ракеты, которые, в общем-то, и выглядят так, как сегодняшняя ракета. Конечно, он опередил свое время. И, конечно, те люди, которые жили и были рядом с ним, они могли не понимать его, потому что он вышел за рамки данного образования. Кстати, Константин Эдуардович утверждал, что свои потрясающие научные проекты он создает напрямую, общаясь с космосом. Идею об освоении космического пространства ученый высказал в те времена, когда фанерные самолеты едва оторвались от Земли. Но не прошло и столетия, а фантастический проект Циолковского уже выполнен более чем наполовину. План Циолковского включает 16 пунктов. Девятый – создание орбитальных станций уже реальность. Следующий, десятый шаг – устройство поселений землян на ближайших планетах. Последний – колонизация иных звездных систем. Люди иногда говорят, что нас ведут или их ведут. Иногда они стараются об этом не упоминать, потому что, ну, как-то стыдно признаться в том, что заслуга, открытие, которое приписывается мне, на самом деле я не делал. Но существуют и обратные примеры, когда уже готовое великое изобретение таинственным образом не может войти в жизнь людей. Изобретатель Никола Тесла в начале 20 века испытал прототип невиданной по силе воздействия энергетической пушки. Но вдруг прекратил работы и разобрал действующий образец. Кстати, Тесла, как и Циолковский, утверждал, что общается с космосом. Кто-то ставит припоны, причем настолько сильные, что никакого упорства, никакой силы, воли, никаких капиталовложений не хватает для того, чтобы продвинуться ни на шаг. В отчаянную борьбу за обладание новейшими технологиями, которая шла между США и СССР, вполне мог вмешаться кто-то третий. И если это произошло, то в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века, когда на Землю обрушилось нашествие НЛО. Очень много слухов о том, что таким образом были открыты, например, транзисторы. Очень много слухов о том, что благодаря изучению обломков внеземной техники было открыто так называемые сотовые конструкции. Очень много других, я бы сказал, не фактов, а слухов. Некоторые американские уфологи утверждают, что в это время власти США вступили в контакт с группой инопланетян. И даже договорились о сотрудничестве. Сентябрь 1952 года. Вашингтон. Заседание спецкомиссии по НЛО. На встрече в Белом доме было решено закрыть доступ гражданским лицам к важной информации по НЛО. Всячески скрывать от населения реальность их существования. Для этого привлечь специалистов, ученых-психологов, знатоков рекламного бизнеса. И все же за полвека некоторые секретные сведения об НЛО просочились в американскую прессу. Вот лишь одна выдержка из отчета спецслужб конца 40-х годов. Первое. Планета Земля является объектом постоянного наблюдения со стороны нескольких инопланетных цивилизаций. Их технологии опережают земные на тысячи лет. Второе. Данные военной разведки говорят об отсутствии со стороны пришельцев непосредственной угрозы захвата Земли. Однако существует потенциальная возможность для их вмешательства в государственные дела. Президенту Соединенных Штатов, я думаю, было бы неудобно признаться в том, что территория Соединенных Штатов Америки не контролируется в должной мере так, как хотелось бы. Что над территорией Соединенных Штатов, а также и над Россией, и над всем остальным миром, может летать непонятно кто, с непонятно какими целями, и, слава богу, не с захватническими. Некоторые американские уфологи говорят невероятные вещи, что с середины 20 века пришельцы уже находятся на Земле. Часть из них ассимилировалась с землянами и приняла их облик. Существует план, как постепенно подготовить население Земли к их внезапному появлению, чтобы избежать паники. Людей все эти годы пичкают кинофильмами и телепередачами, изображающими инопланетян. И обратите внимание, если полвека назад мы видели на экранах, как правило, враждебных и безжалостных пришельцев, сейчас их показывают все более симпатичными существами. Но и это не все. По словам контактеров, пришельцы давным-давно присутствуют на Земле и активно участвуют в развитии человечества. В частности, они создали все главные земные религии в качестве регулятора эволюции. Человек зависим как индивидуальное физиологическое существо, он зависим от Вселенной и от внеземного характера восприятия и воздействия. Это очень хорошо даже в духовной сфере связывается, потому что божественная и вера, возникшая в сознании людей, она, в принципе, сформирована, исходя, будем говорить, от внеземного влияния. И Библия, и иные религиозные книги полны повествований о явлениях божеств, ангелов или озарениях, которые посещают пророков и святых. Люди в древности, не в пример нам, верили чудесным проявлениям. Но как же похожи эти чудеса на современное НЛО? Вот как пророк Эзекиль описывает виденное им сошествие ангелов с небес. Огненное облако с металлическим объектом внутри с грохотом опустилось на землю. Из него появились четыре огромных существа. Около каждого из них колесо. Колеса могли двигаться во все стороны. Их ободы кругом имели глаза. Когда живые существа поднимались от земли, колеса поднимались вместе с ними. Существует множество свидетельств нематериальной природы НЛО. Объекты свободно меняют цвет, форму, направление и скорость полета. НЛО-нафты могут появляться и исчезать, проходить сквозь стены, летать по воздуху. Пылевые плазменные формы. Гипотеза о разумной жизни на основе различных физических полей. Пора давно-то отходить от такого антропоцентризма, что ли, в изучении мира, тем более таких проблем, как НЛО и так далее. Пример простой. Вот океан Лема – это одно из лучших описаний иного разума. Построен на других совершенно, так сказать, как бы принцип. Форм-то может быть много, в том числе чисто полевая. Ну, а коль скоро элементарная частица состоит из поля, свернутого каким-то образом или упакованного, значит, мы можем говорить о том, что есть некая информационная структура в пространстве, которая заставляет поле свернуться в эту частицу. Таким образом, мы сами состоим в основе-то из поля, из духа, может быть. Инопланетяне – термин условный. Никто в современной ухологии не будет утверждать, что неведомые пришельцы обязательно прилетели из глубин Вселенной. Можно сказать только одно – это существа иного мира. А вот где он расположен, этот вопрос остается открытым. В России 56 геопатогенных зон. И мы знаем о них. И знаем, что там, в этих геопатогенных зонах, образуются разумные, так называемые, и шаровидные, и дискообразные какие-то различные полевые формы. Разумного характера причем. Ну, знаем о том, что это на стыках плит Земли, из энергетики Земли. Потому что даже Земля наша, предположительно, это живое существо с разумным поведением. Существует предположение, что к нам прилетают путешественники не в пространстве, а во времени. Этим можно легко объяснить появление загадочных, высокотехнологичных предметов в древних слоях Земли. Ну, если мы в данный момент не летаем на машине времени, то нет ни ровным счетом никаких запретов, чтобы она была создана завтра, чтобы наши с вами потомки не летали к нам, ну, и, соответственно, к нашим предкам. То, что они могут там насорить и потерять какие-то запчасти, я думаю, что за сотни лет эксплуатации машины времени это вполне разумно. Путешествия во времени, мгновенные перемещения в пространстве – это уже не фантастические сюжеты. Ученые добились подобных эффектов в экспериментах с элементарными частицами. Эксперимент по квантовой телепортации фотонов провели в 1997 году австрийские физики под руководством Антона Цойлингера. Мы безуспешно ищем разгадку природы НЛО. Но парадокс в том, что загадочные пришельцы могут вообще ниоткуда не прилетать. Существует предположение, что не в глубинах Вселенной, а рядом с нами находится совсем другой, так называемый «тонкий мир», там, где частицы имеют скорости выше скорости света, там, где наши понятия времени и пространства превращаются в совсем иное состояние материи. Возможно, там существует и своя форма разумной жизни. И существа из тонкого мира могут проникать в наш мир и воздействовать на него. Отрицать этого нельзя, потому что это надо доказать, чтобы отрицать. Я этого не могу. Но, с другой стороны, формы жизни, формы существования живой материи, они могут быть совершенно различными, не обязательно похожими на нас там или еще на что-то. Основным постулатом буддизма является учение об иллюзорности мира. И для того, чтобы достичь совершенства, человеку надо разрушить эту иллюзию. Что-то подобное демонстрирует известный фильм «Матрица». Наша реальность возможна только оболочка, созданная в каком-то другом мире. Но большинству из нас этот другой мир не виден. Даже официальная наука предполагает, что развитие жизни на Земле идет по определенным законам. Или, говоря современным компьютерным языком, это процесс запрограммированный. Кем? Какой силой? Или чьей волей? Мы сказать не можем. Однако очевидно, что программа под названием «Жизнь на Земле» и ее выполнение постоянно корректируется. У нас сейчас будет сверстивиться гипотеза о том, что человек является детем Вселенной. И доказательство этому постепенно приходит уже от того, что Земля сама по себе построена и установлена в Солнечной системе, и вся Солнечная система имеет искусственное происхождение. Можно в это верить или не верить. Традиционных научных доказательств существования пришельцев из иных миров нет. А к каждому сомневающемуся не подведешь инопланетянина для личного знакомства. Впрочем, электрический ток тоже никто не видел. Но как включить лампочку, знают все. То, что нам иногда мешают, а иногда наоборот помогают, то, что иногда подталкивают, а иногда наоборот сдерживают наши усилия, для меня лично не вопрос. Если бы мы, в соучи, в далеком будущем контролировали бы ход развития какой-то цивилизации, в развитии которой бы мы были заинтересованы, я думаю, что мы бы тоже не чурались подобных действий. Другое дело, сейчас об этом можно говорить только в разряде фантастики. Но допускать это мы обязаны хотя бы на том основании, что явление, которому мы еще не нашли объяснение, де-факто существует, мы обязаны его учитывать и, соответственно, использовать своих интересов. Мы подсознательно ждем пришельцев, внешне напоминающих нас. А ведь это вполне могут оказаться представители микромира. Недавно ученые обнаружили в человеческом организме так называемые нанобактерии. Крошечные шарики, в которых даже не помещается ДНК. Нанобактерии удивительно живучи. Они не уничтожаются ни антибиотиками, ни патогенами, ни даже гамма-излучением. И точно такие же шарики исследователи НАСА обнаружили в осколке марсианского метеорита, упавшего в Антарктиде. Возможно, мы имеем дело с неизвестной формой жизни внеземного происхождения. Некоторые утверждают, не человек, а именно эти шарики из космоса стали господствующей формой жизни на Земле. Именно они образуют облака, выпадают вместе с дождем. Они несут болезни, в том числе рак и спид, вызывают старение организма. Известно, что бактерии обладают коллективным разумом, который регулирует их поведение. Каковы цели этих пришельцев, мы не знаем. Но они уже здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова